Как тебе такое, Илон Маск? Этот метеорит называют сокровищем Антарктиды. Обнаружили его в 1984 году, спасибо за эту находку, человечество должно сказать ученому Аллану Хиллсу. Это и было сделано, так что камень носит имя Аллан Хиллс 84001. Интересный факт, на поверхности метеорита были обнаружены микроскопические структуры, которые тысячи лет назад могли быть бактериями. Иными словами, живыми организмами с другой планеты. Сгоревший лес. Ледниковый период, как и теория о смене полюсов, не миф. По крайней мере, ученые точно знают, когда-то на Антарктиде росли зеленые леса, к сегодняшнему дню окаменевшие. Все исследования указывают на то, что когда-то мог произойти гигантский пожар. Но что послужило ему причиной? Падение метеорита, о котором мы писали выше, или же вулканическая активность. Хочется верить, что рано или поздно мы узнаем и это. Подледные вулканы. В Антарктиде есть даже вулканы. Их гряда на замороженном континенте насчитывает 91 единицу, правда сейчас их можно обнаружить только при помощи специального оборудования. Однако держим в уме, что эти спящие гиганты могут проснуться, и никто не знает, каких климатических изменений ожидать после их активности. Вытянутые деформированные овальные черепа, найденные на Антарктиде, выглядят жутко. Что это инопланетное вторжение или новый вид Homo sapiens? Исследования показали, что все дело в генетической деформации. Эта локальная аномалия до сих пор вызывает вопросы, больше ни в одной точке земного шара подобного обнаружено не было. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.